МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревня Стародевятковичи Слонимского района Гродненской области известна примерно с середины 14 века. В старинных документах имеются упоминания о том, что когда-то жил здесь осадник Девяткович с семьей. Осада – это название, которое обозначало проживание одной либо нескольких семей в данной местности. И вот, видимо, от фамилии Девяткович и пошло название деревни Девятковичи, которая чуть позже стала Стародевятковичами, так как неподалеку появились Новодевятковичи. На протяжении более 4-х столетий история деревни была связана с родом Мелешка, жившими здесь до конца 18 века. У истоков рода Мелешка стоит такая небезызвестная личность, как Кизгайла. В архивных документах говорилось, что Кизгайла проповедовал восточную веру, так тогда называли православие. А историк рода Мелешка Конрад Черноцкий описывает его наиправдоподобнейшим белорусам. Это значит, что он свято чтил традиции своих предков, жил по их законам и имел глубокие родовые корни. Самым известным из Мелешек был Иван, член Рады Великого княжества Литовского, прославившийся смелой речью на Сойме в 1589 году в присутствии Жегемонта III. А последним представителем рода стал Адам, в молодости искавший счастье в Европе, но в 1755 он вернулся на родину и затем завещал остатки некогда обширнейших земель тому, кто будет содержать его до кончины. Примерно где-то вот в этом месте, где точно сказать уже невозможно, стоял дворец, построенный Мелешками в 1579 году. Был он деревянный, и в этом дворце Адам и доживал свои последние годы жизни. Но дворец его пережил, простоял примерно до конца 19 века, и постигла его неминуемая участь. В конце концов, он сгорел. Пожар, как вспоминают, был страшный. Свинцовые рамы окон плавились. Горел он очень долго, а затем, когда все сгорело, открылись подвалы, дымящиеся подвалы, которые на местных жителей производили весьма удручающее впечатление. Но это было уже гораздо позже. А в 16 веке жизнь в Девятковичах протекает очень бойко. В 1537 здесь уже есть постоялая корчма, где можно и поесть, и отдохнуть, и переночевать. Но для полноты счастья, для того, чтобы придать Девятковичам статус местечка и проводить здесь торги, необходимо построить церковь. И в 1538 году эта задача успешно осуществляется. Это уже другая церковь. В 1779 за веткостью та была снесена, построена новая. Новая сгорела, и в 1820 на фундаменте предыдущей церкви была построена уже та, которая мы видим. Как написано в описании, она деревянная, о каменных колоннах. Мелешки, всегда преданные православию, поставили церковь как семейную усыпальню. В период унеадства их почившие предки были перезахоронены в жировическую обитель, а подвалы-крипты замурованы. Так осталось и после ухода унеадства. Храм освящен во имя святой Пороскевы Пятницы. История ее такова. Родившись очень красивой девочкой и доживя до определенных взрослых лет, к ней стало свататься большое количество женихов. Но она осталась верна лишь одному – Иисусу. И с тех пор она является заступницей всех женщин, в особенности девиц. Так что если молодая девушка хотела выйти замуж, она приходила в этот храм, просила Пороскеву, и та ей помогала. О чем свидетельствует местная церковная брачная книга. С 1856 по 1862 год, то есть за пять лет, здесь произошло вот такое количество браков. Говорят, что в вопросах помощи в замужестве сюда можно обращаться до сих пор. С начала 20 века и до Первой мировой войны, до 1914 года, священником здесь служил такой человек Владимир Карский. А его брат был ученым, академиком Петербургской академии наук. И это был тот человек, который написал книгу, сейчас не вспомню, как она называется, посвященную белорусам. И он говорил о том, что белорусы – это отдельная нация, это не поляки и не русские. И именно сюда он приезжал к брату и изучал диалекты белорусской мовы. И Владимир, и его брат ученый Ефим родились в Гродненском уезде в семье Дьячка. И Ефим даже был женат на дочери священника. Библиотека, подаренная этим человеком в 1922 году Белорусскому университету, сохранилась до сих пор. А еще в деревне Стародевятковичи Слонимского района Гродненской области прямо у входа в церковь можно найти вот эту деревянную звоницу, построенную примерно в том же стиле, что и церковь, и которая в какой-то мере является входом в эту самую церковь. Звоница эта чуть помоложе церкви, ее предшественница была уничтожена ударом молнии, но эта, тем не менее, стоит уже лет 150.